Мы на месте. Мы приветствуем Datsy. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Ну да, я согласен. Я даю команду иначе 3. Скэнер сканирует пространство над головой Datsy под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел Datsy, находит все. Ну чисто. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору, которые вы хотели задать. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора Datsy. Мужчина. Снимается маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой впервые в данном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора Datsy. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Великолепная комната. Я приветствую всех находящихся здесь. Мое имя Адри. Адри. Приветствуем вас, Адри. Меня зовут Влад, это Вера. Мы чуть раньше чистили Datsy. Да, мы встречались. Мы встречались. Вы приходили в нашу комнату диагностики, я помню. Хорошо. Итак, 10 вопросов ваша подопечная решила задать своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? С удовольствием. Благодарю вас. Я пришла получить на Земле в этом воплощении. Какой прекрасный вопрос. Любая душа, приходящая на Землю, испытывает колоссальный опыт, набираясь эмоциями, чувствами, учащись смеяться и плакать, переживая эти моменты. Твоя душа пришла насытиться этим незабываемым опытом чувств. Научиться контролировать эмоции, балансировать и находить правильный выход из любых эмоциональных потрясений и ситуаций. Быть в гармонии и балансе, несмотря на любые эмоциональные качели. Шторм, как бы я это сказал. Это относится к людям рядом с тобой. Только ты сама можешь научиться балансировать любые чувства и эмоции внутри себя. Продолжай, пожалуйста. Благодарю вас, уважаемый Адри. Второй вопрос. Сколько кармических узлов я прошла в этом воплощении и сколько еще осталось? Я прошла четыре, остался один. Благодарю вас. Третий вопрос. Каковы мои основные текущие ограничения мышления или ограничивающие шаблоны, которые мешают моему прогрессу? Ты сама ответила в этом вопросе. Все, что ты ограничиваешь, все рамки, которые ты ставишь, и есть твои ограничения. Это больше относится к моральным нормам. Перешагни их стерии и живи так, как тебе приятно. И тогда у тебя не будет чувства корысти, чувства, которое грызет тебя изнутри или же ставит эти рамки моральных норм, принятых в обществе. Это твоя жизнь и это твой опыт. Поэтому внутренние комплексы, повываю твое получение опыта. Слушай свою душу и живи так, как она тебе подсказывает. Это будет мой ответ. Благодарю. Благодарю вас, Адри. У нас еще будет чуть позже один вопрос опять на эту тему. Я перехожу к следующему четвертому вопросу. Какие методы были бы для меня наиболее эффективными, чтобы найти все ответы внутри себя? Это просто. Слушай свою душу, отключи свой анализ и мозг и доверься внутреннему состоянию. Дыши и сосредотачивайся на зову души. Душа открывается и показывает тебе то, что ей приятно и куда делать следующий шаг. Это то, что нужно знать. Это то, что нужно чувствовать. Это то, что просто. Это то, что мы забиваем самый дальний угол, глушая свой мозг. Я закончила. Я благодарю вас, Адри. Пятый вопрос. Нужно ли мне исцелять события прошлых жизней, травматические смерти или другие кармические события из прошлого? Нужно исцелять только то, что мешает тебе жить сегодняшним днем. Все остальное не нужно раскапывать и анализировать. Остальное нужно лишь принимать, улыбаться и благодарить. Если только прошлое оставляет блоки и негативные мысли внутри, их нужно прорабатывать. Всему остальному нужно отдавать свою благодарность, так как это опыт, на котором ты научилась чему-то новому и стала выше, осознанней и мудрее. Благодарю. Благодарю я вас. Шестой вопрос. Что я такое делаю, что истощает мою энергию, и у меня не остается ресурса, чтобы радоваться жизни? Монотонность и копание. Как я уже сказала раньше, отпусти. А если ты не можешь отпустить прошлое, тогда подумай, для чего был тебе этот опыт? Какое полезное и неполезное ты вынесла из этого опыта? Суммируя и анализируя, ты сможешь разобраться и понять, что тебе нужно было это, чтобы идти дальше. Благодарю. Благодарю я вас. Седьмой вопрос. Какие свои таланты я не ценю? Я скажу так, что у тебя много талантов, много хороших, положительных черт и отличий, оттенков твоей души. Многие из них ты не ценишь. За многие из них ты обвиняешь себя. Это все относится к отношению с людьми. Я бы в этом случае посоветовал быть наблюдателем и больше слушать. Поменяй свою тактику, перестань советовать и учить. Слушай и будь нейтральной. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Адри. Переходим к восьмому вопросу. Каковы мои основные финансовые блоки, где я саботирую себя и где я мыслю ограниченно о том, как достичь материального благополучия? Здесь есть две составляющих. Первая – это страх. И второе – большое упорство. Я не скажу, что это желание, это именно упорство заработать. Эти две составляющие мешают тебе продвигаться дальше в финансовом вопросе. Я бы опять вернулся к состоянию души и духовному, душевному спокойствию. Анализируя финансовые блоки, я бы посоветовал начать с душевного спокойствия. Только в этом состоянии внутренней гармонии ты можешь находиться в потоке, в финансовом потоке. И продолжать свое развитие. Этот поток, где тебе приятно, где твоя душа спокойна, и где твои финансы, или же экономический уровень твоей жизни находится на определенном, приятном тебе уровне. Это называется гармония и баланс. Благодарю. Благодарю вас, Адри. Девятый вопрос. Как использовать зимний период для своего развития и не впасть в депрессию, когда так холодно и темно, когда так не хватает солнечного света? Твой солнечный свет внутри тебя. Используй его и дари его. Отдавай. Отдавай свой солнечный свет. Именно так ты можешь использовать его, отдавая. Делай то, что от тебя не ждут. Маленькие вещи. Внимание к людям. Небольшие подарки. Элементарный звонок. Не закрывайся в себе. Неси свой свет, раздавай его. И наслаждайся этим. Благодарю. Благодарю вас, Адри. Перед тем, как я перейду к последнему, десятому вопросу, мне очень жаль, что здесь в этих вопросах не присутствовал интерес о своей душе, о своем уровне высшего я. Десятый вопрос связан, обращение к вам, что бы вы хотели добавить от себя очень важного, что не было в моем списке вопросов? Мне кажется, я многое сказал уже. Я бы хотела добавить, что ты должна обратить внимание на мелкие детали, маленькие вещи, окружающие тебя. Прежде чем дать обычную реакцию, подумай, а стоит ли это делать. Здесь очень важно общение и отношение к людям, живущим рядом с тобой и вокруг тебя. Постарайся правильно распределять свой внутренний свет и ресурс. Как я уже сказал, старайся больше отдавать, но отдавать с радостью от души. И тогда ты увидишь, как энергии будут возвращаться и наполнять тебя счастьем. Даже в пасмурные дни солнце, оно всегда светит. Помни об этом, оно всегда там, даже если идет дождь или пасмурная погода. А также оно всегда в тебе, внутри тебя. И прояви его, и покажи это людям, живущим вокруг тебя. Благодарю. И я благодарю вас, уважаемый куратор Адри. Вопросов больше не осталось. Нашу традицию в первый раз вы уже узнали. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. И мы спрашиваем разрешение куратора Адри передать ему этот скромный подарок в знак благодарности за его ответы, за его визиты, помощь своей подопечной. Великолепный подарок. Ты прав. Я уже знаю эту традицию. И мне очень приятно получать подарки. И нам очень приятно вам делать эти подарки. Благодарим вас, уважаемый Адри. Я говорю, до скорых встреч. Возможно, на каком-то этапе. ДАЦИ захочет пообщаться со своим высшим Я. В таком случае мы всегда приглашаем куратора. И если такой момент наступит, мы обязательно встретимся еще с вами в этой комнате диагностики. Это прекрасно. Но я бы хотел добавить, что те моменты, на которые я указал, я бы хотела, чтобы ДАЦИ обратила внимание на маленькие детальки и вещи вокруг, происходящие. Мелкие шаги, небольшие действия дадут тебе радость и счастье. Научись радоваться мелочам. Замечательное напутствие. Благодарим вас, уважаемый куратор Адри. И я благодарю всех в этой комнате. И я говорю, до скорых встреч. Всего вам наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, ДАЦИ, мы закончили встречу с вашим куратором Адри. Вы получили все ответы на свои вопросы. Интересные ответы. Я задумаюсь над ними. Отлично. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию ДАЦИ в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке и извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.